всем привет послушаем сегодня с вами хорошую музыку ну точнее я послушаю а вы не знаю может быть подключитесь к прослушиванию может быть не подключитесь это уж дело ваше вообще плохой музыки у меня дома нету смешно было бы покупать пластинки те которые мне не нравятся согласитесь то есть для меня все те пластинки которые я показываю своих роликах они все хорошие там поэтому многие могут предъявить мне претензии что это рыбин все подряд хвалит правильно он хвалит то что ему нравится то есть мне то есть все те ну сколько несколько тысяч наверно пластинок которые у меня есть они все мне нравятся я покупаю только то что по кайфу личному музыка разных стилей разных артистов например вот одна из блюзовых пластинок моей коллекции вам известно наверное до кончиков ногтей до кончиков волос если они у вас еще остались у меня осталось много как видите стивер и воин или стивер и вон как правильно наверное говорить пластинка вышла в 1900 девяносто седьмом году если мне память не изменяет а записано в 1984 на следующий день после празднования дня рождения стивер и вона и он говорил что это был самый лучший мой день рождения и наверное это самый лучший его концерт как многие критики говорят мне так не кажется честно говоря мне нравится самый первый его концертный альбом который вышел в глубоком начале восьмидесятых причем в очень плохом качестве это запись с радиотрансляции но он тем не менее существует вышел он конечно значительно позже но там абсолютное зверство играет стивер и вон здесь он играет высококачественный отработанный от репетированный сто тысяч раз выверенный миллион раз уже сыгранный невероятно техничный гитарный блюз а также не только блюз а также и свинг и рок-н-ролл и тем не менее пластинка очень хорошая и слушаю периодически она мне очень нравится и я вам принять чуть-чуть расскажу как я уже говорил это следующий день после празднования дня рождения большой компании севера и он был мастером употребления крепких напитков а также разных прочих занимательных препаратов спиртных и не спиртных поэтому опыт у него был большой и праздновать дня рождения ему не помешало отыграть блестящий совершенно концерт он настолько блестящий настолько точный настолько по-хорошему пафосные что иногда напоминает мне концерты современного кумира молодежи джоба на массы которые тоже развлекает публику высококачественной гитарной игрой в сопровождении большого количества музыкантов с духовыми секциями там с разными прочими но стивера и вон все-таки поживее на мой взгляд меня многие сейчас проклянут потому что огромное количество людей я знаю которые считают стивера и вона богом гитары номер один и когда речь заходит о блюзе когда а вы любите блюз да я люблю стивера и вона многие говорят бога на еще до сих пор да это очень кайфовый музыкант что тут говорить я не буду спорить даже много есть и других хороших гитаристов тем не менее стивер и вон стивер и вон гитара вокал крис лайтон ударные томи шеннон бас но здесь еще приятная картина который заключается в том что джимми воин играет на гитаре брат собственности доктор джон один из моих любимых один из сотни моих любимых музыкантов наверное доктор джон на клавишах джордж рейнс на ударных еще один в полном составе духовая секция группа room full of blues многие знают и она приезжала кстати даже в советский союз если мне память не изменяет и одну песню поэт анжела страх ли да я не знаю этой вокалистки к сожалению небольшой специалист в женском вокале в блюзовом но тем не менее спела она очень даже хорошо а концерт замечательно его можно сусс любого места на самом деле получить огромное удовольствие но лучше по порядку сначала стиве рей представляет свою группу представляет себя точнее группа не поставит а здоровая ци группу он потом представит и начинается с кадл бартин инструмент она на самом деле очень интересно потому что одно дело на концерте присутствуете все это видеть в живую а другое дело слушать альбом и альбом который начинается с двух инструменталов и заканчивается тремя инструменталами. Это немножко непривычно для звуковоспроизводящей индустрии, для пластинок. Не любили ни американские, ни какие другие компании выпускать инструментальную музыку, если это касается рока. Ну, не любили. Очень много есть исключений, но, как правило, это такие компромиссные вещи. Тем не менее, с Кэтл Баттин и Тестефайн Стиверей врубает сразу с первой же вещи такое, такое пушечное ядро летит в зал, такую технику показывает сразу, просто сразу убирает всех зрителей. И там и фаршлаги свои, и бенды, и адская работа правой рукой, невероятная, которая чешет, чешет, чешет и аккордами, и интервалами, и нотами отдельными. Просто разлетается, как фейерверк, как пулемет и фейерверк одновременно. И ритм-секция, конечно, молотит молотилкой нечеловеческой, и просто вот два произведения, как пушечная яда. Причем Тестефайн там начинаются игры уже с тембром, игры со звуком. Стиверей играет своим жирным звуком на своих самых толстых струнах. Звук его ни с каким другим звуком, гитару, не перепутаешь. У него такой жир идет, такое мясо просто, безо всяких там Black Sabbath штучек. Такой мясной звук, и при этом очень легко и быстро все это играется. А вот на Тестефайн он уже меняет тембр, он мастер вообще менять тембры, работать с переключателями, менять работающие звукосниматели. Это не так просто, как кажется, на самом деле. Тоже работа с гитарой, она требует большого опыта и понимания того, чего ты хочешь добиться. И здесь у него гитара рычит, хлюпает мясом, потом поет тоненько-тоненько-тоненько и нежно, потом опять рычит, очень все здорово. Love Struck Baby опять, вперед. Такая зажигательная, рок-н-ролльная, любовная, можно сказать, песня Honey Bee. Все это дело продолжается. Cold Shot это просто рок, рок, роковый. То есть уже забываешь, что это блюзовый музыкант, уже такое ощущение, что какой-то рокер стоит на сцене и поднимает зал своей вот этой вот подачи невероятной. А вот на Let It To My Girlfriend врубается уже, хотя она врубалась уже чуть раньше, но здесь проявляется уже духовая секция, и пошел пафос, пошла медь, пошел дуэт, точнее не дуэт, а диалог пошел с гитарой. Гитара играет фразу, духовые отвечают, гитара еще фразу, духовые отвечают. Потом спор начинается с гитарой, с духовыми, очень кайфово, это очень живо и очень все. Прямо в это дело втягиваешься и начинаешь с ними жить, с этими звуками, с этими музыкантами. Dirty Pool, следующее полотно, песня, которая вышла с синглом, единственный сингл с этого альбома, который вышел. Альбом, кстати говоря, стал золотым. В 97-м году был признан лучшим блюзовым альбомом 97-го года, стал золотым, а синглом вышла Dirty Pool. Играет он здесь с братом, со своим дуэт, с Джимми Воином, который был его учителем гитарным, если кто не знает. Сначала Джимми был настоящим гитаристом в законе, а брат его Стиви смотрел, как Джимми играет, и говорил, что я тоже так хочу, и Джимми научил его играть на гитаре, чем отодвинул себя немножко в сторону. И Стиви стал звездой, а Джимми стал тоже звездой, но чуть менее яркой. Pride and Joy. Здесь то же самое, тоже диалог с духовыми, точнее спор, и такая зримая песня начинается, потому что She's my pride and joy. Она. Обращение к женщине, или рассказ о женщине. И Стиви Рэй играет здесь мужскую партию, а духовые отвечают, как женщина. То есть Стиви задает массу вопросов, массу предложений делает, я имею в виду в своей гитарной партии. Массу замечаний, массу обвинений. А духовые отвечают одинаковым. А что такое? На любой вопрос готов ответ один и тот же, всегда у духовой секции. Очень-очень здорово, очень-очень ярко все это. Очень ярко и кинематографично все это просто слушается. То есть это уже третья сторона двойного альбома. Мы уже вжились, мы уже там все и видим это кино, как гитара Стиви Рэй Вона ведет спор с духовой секцией Roomful of Blues. The Things That I Used To Do это песня не Стиви Рэй Вона, авторство, это классический блюз, такой черный абсолютно. И здесь интересная штука, здесь Джимми Воин играет соло, абсолютно черная, такое пришедшее из начала 50-х годов. Гитара без обработки, совсем так играет. Пи-пи-пи-пи-пи, те-те-те-те-те-там, те-те-те-те-там, две нотки, три нотки, потом побольше ноток, побольше, но абсолютная стилизация под черное соло, вот, как я уже говорил, начало 50-х годов. Безо всякого рока. Рока даже близко нет здесь. Хотя все начинается роком, продолжается роком. заканчивается роком, но в середине вот это соло, невероятно трогательное, невероятно кальфовое, причем оно едкое, как в блюзе всегда, оно едкое, ироничное, интересное, разнообразное, но вот такое пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. И Стивер Ивон потом представляет своего брата, говорит, вот блестящий музыкант, зрители орут, аплодируют, всем смешно, потому что все все понимают, что происходит, что хотели сказать музыканты. COD, вот здесь поет женщина, которого я не знаю, Анджелес Трехли. И это уже какой-то такой разгул, совсем разгул пафосного блюза с шампанским, с дамами, с ночным клубом, такой вот гламурный, гламурный, гламурный блюз, который играл Би-Би Кинг в большинстве своем. Но это не отменяет его приятности, скажем так. Это очень круто сыгранный блюз, просто вот такой весь залитый шампанским, икрой, ананасами, белыми платьями, черными костюмами. И такое вот однажды в Америке просто происходит здесь. А вот дальше идет Ice Over. Это еще более, так сказать, гламурная штука. Это уже настоящий свинг. Румфолов блюз тут оттягивается по полной схеме. Но свинг я никогда, честно говоря, особенно не любил. Но здесь такой свинг, покрытый сверху тяжелой, жирной гитарой Стивера Ивона. Что, в общем, это все проскакивает, надо сказать. Там трели такие играет Стивера Ивона, замечательные. Но уже, ну, это, так сказать, всем угодить. И хипаны собрались в зале, и любители блюза аутентичного, и дорогие, дорогостоящие мужчины и женщины. То есть всем сестрам по серьгам было роздано. Этот свинг тоже, наверное, к месту. И заканчивается, собственно говоря, концерт на этом заканчивается. На бис Стивера играет два произведения, Ленни и Рудмуд, инструменталы. Инструменталы. Ленни – это просто гитарная импровизация, сольная, совершенно свободная, на тему. Тема есть, произведение Ленни. Стивера играет, играл много раз до этого. Но играет в очень свободной форме его. Иногда уходит в такую, не то чтобы тишину, но такую, там настолько тихо-тихо-тихо играет, что зрители даже заглушают. Зрители в восторге все, кричат. Да, здорово, супер, круто, молодец, Стивер Эй, давай-давай. Ну, даже заглушают вот это вот, то, что он играет. Заглушают, заглушают. Потом он просыпается, начинает играть размашисто. И в Рудмуд уходит уже в яркий гитаризм. Такой, правда, не очень длинный, к сожалению. Но, тем не менее, вот так вот быстро пролетает этот двойной альбом. Он пролетает так же быстро, как я о нем рассказал, хотя звучит он достаточно долго. А это говорит о том, что музыка здесь очень хорошая. Слушать ее интересно, скучать она не дает. Это самый настоящий техасский блюз. С примесью разных других вливаний в него. Поэтому Стивер Эйвон никогда не подведет, на самом деле. Любую его пластинку берешь, слушаешь и точно знаешь, что не подведет тебя артист. С этим я и пойду, пожалуй, пить. Пока.